Продолжение следует... 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 Ребята едят суп с мясом яка, жирненьким, да, и рисик. Мы приехали в Алхасу на несколько дней, чтобы аглематизироваться и походить по местным храмам. Вон там находится резиденция Зимняя Далалама, и вы можете его знать по знаменитому фильму «Семь лет в Тибете». Вот такие вот извояния есть на камнях. Красиво. В общем, мы всем нашим дружным колхозам доехали до чайной церемонии в Тибете в Алхасе. Счастливые лица вы можете наблюдать, особенно Тима, конечно же. Это вот этот чай мы сейчас берем. Это, можно сказать, литебная трава и чай. Мы поднялись в горы на 4800. Было достаточно сложно. Приехали к вон той ступе, чтобы выйти, и нужно было подниматься здесь. Не снимала это все, потому что очень сложно. Это физически пока болит голова, есть небольшая горная болезнь. Но вот этот храм, в котором мы сейчас находимся, он один из важных вообще для всех паломников, кто хочет сделать кору вокруг Кайласа. Вот так он выглядит. Здесь есть несколько пещер, где когда-то по легендам Масабхава достиг тантры и познавал тантру. Очень обычное место, чувствуется очень много энергии. Наташа нам подсказывает, где что как. Вон там, где желтое здание, там можно отдать весь негатив и все в самое плохое, а чуть дальше наполнится. Всем привет! Хочу сказать так. Я нечасто снимаю, потому что нам часто очень нехорошо. У нас горная болезнь. Надеюсь, сегодня будет получше. Мы сегодня ночевали на 4600. Мы находимся в городе, который называется на букву С. Сага. Мы два дня сюда ехали по 12 часов. Почему так долго? Можно было быстрее. Мы останавливались еще в различные достопримечательности. И сегодня у нас еще заключительный день, когда мы будем долго-долго ехать в сторону Кайласа. Обратно будет такой же путь. Три дня на автобусе. Непростой, честно вам скажу. Вот наш суперлюкс двухзвездочный, в котором мы ночевали сегодня. Главное, чтобы было тепло. Самое главное, что у нас должно быть в дороге, это чай. Морик сейчас, собственно говоря, это и организует, и делает. Что сказать? Понимали я, что нас ждет на коре? Не совсем. Страшно ли мне? Нет. Очень интересно. И, конечно, немного волнительно. Три дня мы будем идти к кору вокруг Кайласа. Священного Кайласа. Посмотрим, что получится. Почти четыре дня мы в пути. Мы все едем к Кайласу. Гора будет начинаться из города Дорчин. Мы вчера в нем ночевали. Высота четыре пятьсот. Ой, четыре девятьсот. И сегодня мы отъехали километров на триста. Специально, чтобы увидеть вот эту красоту невероятную. И монастырь, который находится на левце свиной. Но это первый, по-моему, монастырь в этом округе. Он был построен в десятом веке. Ну, подниматься, собственно говоря, мы будем на-а-а-он туда. Мы потерялись в этом пещерном городке. И Сим нам, как хозяин этого места, просто показывает разные комнаты. Это Хустиная. Хустиная? Класс. Вот там, если есть на что-то сидеть, вот там самое любое место в мире. Вау. Если казалось, есть. Вау. Да ладно. Классно? Ты тут сидел? Да. Сим, это классно. Круто же, да? Афигеть. Друзья, всем привет. Сегодня 5 мая. Мы находимся в городе Дорчин, Тибет, у подножья горы Кайлас. И сегодня у нас начинается трехдневная гора вокруг самого святого места на земле. Очень много людей находят вокруг Кайласа. Начиная от того, что это вход в Шамбалу, что здесь живут Атланты, что боги многих религий находятся здесь. Ой, Мурат. Ты что делаешь? Я рассказываю, что происходит. Вчера делала пост в Инстаграме, кстати, и много подписчиков, несколько подписчиков точнее, кто делал коры и говорят, что вы не вернетесь, что вы не вернетесь прежними, что это реально очень сложно, и что мы никогда не сдавались, даже когда будет сложно, и что нам помогут мантры, посвященные Шиве или Таре. Каждый из наших участников идет со своим запросом. Вчера, конечно, многих колбаснуло, многим стало плохо, но я считаю, что это просто внутренние страхи, и так работает наш организм, когда мы чего-то боимся, это такая защитная реакция. Но это большое испытание на самообладание, в том числе на внутреннее спокойствие, на благость, на радость, даже в таких обстоятельствах, потому что всем все равно страшно. Морик со словами, а я еще ни разу не видела крутого пролета на дроне вокруг священного Кайласа, почему я вот его и сделаю, и буду первым классом, и т.д. и т.п. Ну, поднимает он дрон в небо, на закате, очень красиво, невероятно красиво, проходит несколько минут, и дрон просто исчезает. Дрон, правда, исчез. У нас два предположения, или это биополя самой горы, или это сигнал, приходили военные, просто его разбили, уничтожили. Так что в этой поездке минус один дрон. Все говорят, что прежними мы не вернемся после коры. Посмотрим. Пожелайте на удачу. Здесь людей вообще не ходит, поэтому, если все это время, мне кажется, все туда везут. Да, да, все туда везут. Мы, я думаю, где-то вот здесь и сейчас. От Дорчен, где мы ночевали. У нас тут везли вот до сюда, я думаю. И дальше мы пойдем. Вот так вот тут монастырь будет. Какие-то камни. Second. Tea house. Монастырь еще один. Озеро будет. Перевал. Вот так вот мы три дня в ближайшие проведем. Надеюсь, меня слышно. Мы начали наши коры. Каждый идет своим темпом. Сегодня мы должны пройти 22 километра. Настроение пока хорошее. Красота невероятная. Кайлас. Видите, сколько там флажков. Нужно подойти, думаю, кто ступит. С этого начнем. Наши ребятки. Наши ребятки. Полчаса назад, даже больше. Полчаса, час, наверное, назад мы дошли до места, где мы будем сегодня ночевать. Прошли мы около 17 километров. Высота 5-100. Было очень сложно. И мне было очень сложно. У меня забились ноги, несмотря на то, что я занимаюсь спортом. И мне очень помогало, когда я шла одна и была в своих мыслях. Когда я разговаривала с Кайласом, с Шивой, с Отцом Богом, с самой собой. Но как только я отвлекалась на какую-то боль или на окружающих меня людей, мне становилось очень тяжело физически. И эта возможность держать состояние, конечно, оно очень сильно помогает. Мы приехали в такой гестхаус. Здесь мы сегодня ночуем. Катуйся, помаши. Вот этот героический человек. Дошел же второй раз и делает кору вокруг Кайласа. Между прочим. Как тебе было, скажи мне, сложно? Идти сначала было не сложно. В конце просто у меня поврежена коленка. И уже в конце приходилось останавливаться почаще. Но вот смотри, для людей, которые собираются на кору, мне кажется, чтобы не пугать, ритм может быть абсолютно разным. Можно просто идти спокойно, садиться, останавливаться. Мы уже давно пришли. Мы вот недавно. А сзади еще. Еще люди. То есть все идут в своей комфортной зоне. И все придут, и все нормально. Самое главное не спешить, не генерить. И не бояться. И не бояться. Самое главное не контролировать ни себя, ни других. В плане того, кто как идет. И не стараться за ними. Как-то забежать. Это 100%. Ну и самое главное, что я хотела вам сейчас показать. Помимо того, где мы сегодня будем обедать, я покажу сейчас ребят. Это, конечно же, Кайлас. Мы находимся в подножье Кайласа на высоте 5-100. О, он прямо на нашей ладони. Так, это место, где мы будем сегодня кушать. Это наш морковочка, яички. Ребятки все. Как-то кто как лежит. Оттекают, отдыхают все. Сим, ты как? Уже лучше. Уже лучше? Я думал, что мне 20, пробежал весь маршрут пробегом, а теперь меня... Но ты в очень большом сильном темпе шел. В очень сильном. Да, но мы вместе друг друга поддерживали. Просто надо в следующий раз... Чуть-чуть, да. Поэкономить, да, сила. Да, вот. Ну, целым это здорово. Мурат, ты что с голосами? Все выдержали, все молодцы. Настя, идем в горе Кайласа просить силы. Шесть часов туда, пять обратно. Она готова тебя поддержать. Хорошо, мы придем, когда вы. Расскажите мне, как вам спится? Мы на бассейне 5100. У нас был первый день, где мы прошли 17 километров. Мы прямо под нож на Кайласа. И вот в таких вот гейс-хаусах мы спим, в спальниках. Тут очень холодно. Тут же идет пар изо рта. И руки немые. И вот чай вот так вот мы пьем. И завтра будет очень сложный день, потому что мы должны подняться до 5600. А на такой высоте каждые 100 метров это губительно. И нам нужно будет пройти 25 километров. Все, спокойно. Часпи. 5800, ты сказал? 5800, по-моему, да? Пипец. Это нереально. У меня рука сейчас отсохнет. Мне тоже. Тим, если бы не ты, я тебе честно говорю, я бы не дожала. Если бы не ты, я тоже не дожала. Это просто. Мы тащили друг друга. Да, но мы вначале не поняли, что гигантское расстояние нас ждет. Мы начали болтать. И потом уже просто мы идем, болтаем и понимаем, что... Вот он, мы офигели. Но у меня было раза 3, когда был пик, что все. У меня был каждые 5 минут такой пик. Так, у меня очень стала рука держать. Я очень извиняюсь. Но попозже сниму еще что-то. У меня нос покраснел. Котик подокоренел. Садись, уже все готово. Мур, ты как? Настя! Еще один человек, который дошел. Она просто еще улыбается. Да, да. У нее реакция такая. Все, садись. Ира, наш пятый участник. Ира, ты как? Жива? Катя, ты как? А, ты реально бездонник. Симон, поздравляю. А ты уверен, что это были реальные бобры? Сим, подожди, скажи, что было самое сложное? А, конечно же, первое. Перевал. Сережа! Ты как? Загорел. Вообще все загорел. Серег, ты как? Тима, привет! Привет! Как ты? Привет! Вот наш стол. Лады. Натусик, привет! Привет, Наташа. Как ты? Все в порядке для того, как я здесь все заберу. Ладно, хай. Супки на месте. Коул. Кора... Ой, я, конечно, sexy fashion. Кора, день 3. Самый легкий день. Всего 12 километров. На высоте 4,9. Ну, будем спускаться потихонечку. Надеюсь, меня слышно. Часть группы уехала на автобусе, кто не выдержал. Решили... Ну, тяжело просто очень. Но мы решили дойти пешком, добить эту кору. Все стартуют. Вот наши рюкзаки, которые несут портеры. И сейчас потихонечку пойдем. Часа 3 мы. За часа 3. Мясо. Серенечка, удачи. Муся, удачи. Натуля, удачи. Все. Последний день. Последний день. Это камера? О, боже. Я не хочу на себя смотреть. Муша дича. Ну, пожалуйста, это же выйдет в эфир. И видите, вот здесь очень много таких камней. Сматривали, говорят их люди. Выбивают его там. За моей спиной, если вы видите, очень много таких камней, которые люди после горы так вот ставят. И завтра едем утром на озеро Мансаравар. Тоже священное озеро. Говорят, что Кайлас это мужская энергия, Мансаравар женская. Вокруг нее тоже делают кору, но мы не будем, мы просто как-то поблагодарим ее, просто почувствуем ее, побудем с ней рядом. Тепло ли тебе, девица? Смотрите, в Мансараваре мы приедем. Как ощущается? Это было мертвое озеро. Их тут два. Между Кайласом, недалеко от Кайласа и монастырем, которым мы только что были. Мертвое и живое озеро. В мертвом озере все отдают все самое плохое, с чем готовы попрощаться. А в живом озере наполняется энергией. А так как нам повезло с погодой в эту поездку, и очень холодно, так что мертвое озеро особенно ощущается. Я холодно даже на тебя смотреть. В общем, мы у живого озера. Тут много чаек. Вон монастырь, в котором мы были. В тот монастырь, по легендам, под Масабхава, оттуда в медитации, там есть пещера, он медитировал, превратился в птицу и ушел из этого воплощения. Вообще, по легендам, что сам Шива спускался в ту пещеру и медитировал. Вот Кайлас, видно немножечко, да, издалека. Сильный, вот это пещера. Вот Мурат, уже умылся в живой водой. Красиво, невероятно, просто нет слов, просто нет слов. Так как у меня села камера, снимая на телефон, это, конечно, невероятный храм и невероятное место. Тут это целый город, по которому можно ходить и просто наслаждаться. Состояние просто какое-то космическое, просто невероятное место. Это одно из самых важных мест, мне кажется, которое нужно посетить, приехав в Тибет. Так, есть такая легенда, что белый слон – это наша осознанность, наше сознание. Бывает изображение, где сознание ведет обезьянка, обезьянка ведет кролик, а кролик ведет птичка. Здесь изображено, что ты настолько осознанна, что тебя никто не ведет. Ты накормила свою обезьянку, свое невнимание, своего кролика, свою птичку, все, что тебя отвлекает. То, к чему все мы стремимся. Везде, конечно, можно увидеть вот такие пять цветов на входе, в храмах, на украшениях. Они обозначают пять элементов. Огонь, вода, воздух, земля. И какой же пятый элемент, знаете ли вы? Напишите в комментариях. Просто смотрим. Вот я немножко так себя украсила. Все обращают на мои сережки внимание. Удивительно, что когда ты встречаешь здесь людей, ты кладешь руку на сердце и кланяешься им в знак уважения, в знак любви, в знак принятия. Удивительный город, удивительный монастырь. Здесь жил Панчалама. Это была резиденция Панчалама. Если Патала, это место было Далаламы, это было место Панчаламы. Но, как мы знаем, в свое время и Далаламы, и Панчаламы ушли в Индию. Тут, конечно, абсолютно все хочется снимать, что Марата делает. Невероятный храм, город, как угодно можно его называть. Самое удивительное, тут невероятное состояние. Ты растворяешься просто, ты в такой благости находишься, в таком счастье, в таком умиротворении. Просто невероятно. Просто невероятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok